Рисование для начинающих. Как научиться рисовать с полного нуля? Если вы давно мечтали самостоятельно научиться рисовать, но вам кажется, что уже слишком поздно, либо наоборот слишком рано, или просто вам кажется, что у вас нет таланта, то все эти предубеждения я развею в этом видео. Сегодня по очень простой и понятной схеме мы нарисуем с вами фрукт, сливу. Это шарообразная форма. Чтобы мы не рисовали скучный шар, мы возьмем что-то более интересное. И здесь от простого к сложному мы разберем все этапы рисования. И пользоваться этой схемой вы можете при рисовании чего угодно, то есть любого предмета в дальнейшем, либо даже какой-то сложной композиции, или пейзажа, или портрета. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какую ошибку совершают абсолютно все начинающие художники. Для начала посередине нашего листа мы нарисуем овал. Форма будет очень похожа на круг, просто немножечко сплюснутая. Изначально можете сделать линий много, не стоит делать одну, сделали вот такой вот приплюснутый кружочек. Сейчас будем его превращать в сливу. С левой стороны добавляем небольшую ямочку углубления и от нее ведем дугу наверх. Тем самым мы немножечко ее разделяем пополам. И здесь уже от линии, от стыка добавляем два небольших холмика. Также нам нужно будет добавить палочку. От серединки у нас пойдет черенок. Форма у слива не всегда бывает прям такая идеальная, конечно же, да, вы можете добавлять необходимое утолщение. Также частенько бывает, что форма сужается к правой стороне в нашем случае, то есть от черенка. Поэтому там можно будет немножко заузить. Мы сделаем с вами свет с левой стороны. Источник света у нас будет слева и сверху. Это значит, что падающая тень в виде овальной формы, формы эллипса, а круглый будет располагаться справа. После этого мы можем приступить к затемнению и к разбору нашей формы. Тут есть два основных способа. Первый мы можем диагональной штриховкой заполнить всю форму, потом выбрать светлые блики и сделать затемнение. Можно сразу идти по форме, то есть смотреть, как она закругляется и делать это небольшими штрихами. Давайте я покажу сейчас первый вариант, потому что он будет наиболее простой и с ним точно каждый справится. Немножечко, выходя за границу сливы, я ее заштриховываю. Заполняю карандашиком. Карандаш у меня 3Б. Он довольно мягкий. Я покрываю все вместе. И сливу, и тень. За границу выходить можно. Главное, чтобы вся слива у нас была серая. Дальше мы можем немножко растушевать. Это можно сделать с помощью пальчика, либо можно взять вот такую салфеточку. Вот такой салфеточкой я уже растушевывала и можно будет ее нам применить здесь также. Аккуратно, круговыми движениями я разравниваю поверхность сливы. Можно не делать это до идеального состояния, просто немножечко смягчить. Дальше нам понадобится ластик, потому что ластик будет стирать лучше. Он будет больше очищать бумагу до белого цвета. Получилась у нас вот такая серая форма. Мы решили с вами, что источник света находится слева. Это значит, что нам нужно добавить блики. Мы ставим яркий блик в виде точки на самом объемном участке сливы. И добавляем еще один, потому что у нас такая двояко выпуклая форма получается. Яркие блики поставили и небольшой тоненькой линией мы осветляем также череночек. Дальше от блика мы начинаем распространять освещение немножко в стороны. Делаем вот такой как бы легкий ореол. С помощью клячки мы добавляем рефлекс. Рефлекс это отражение света от поверхности. В нашем случае это может быть от стола, либо вот от той зоны, где слива находится. Пусть это даже и какая-то фантазийная слива. Все равно понятно, что где-то она точно лежит. Можно взять более мягкий карандаш. Я имею ввиду не HB, а можно взять и 2B. То есть 2B соответственно будет в два раза мягче. И аккуратно здесь уже по форме, то есть округлыми штрихами. Штришочки сначала делайте довольно короткие. Наслаиваете их друг на дружку. Они находятся рядышком. Если образуются какие-то пересечения, это не страшно. Они могут там быть. Это абсолютно нормально. Просто старайтесь, чтобы они были довольно аккуратными. Легкие затемнения тоже со стороны света. Это для объема. Я добавляю серединку, откуда растет веточка. Ее можно еще углубить, сделать потемнее. Веточку давайте добавим пообъемнее. Затемнение снизу, сверху участок света и небольшой контур. Сверху тоже нужно немножко затемнить. Да и всю сторону правую еще немного уводим в тень. Можно снова взять нашу растушевку, такую тряпочку в данном случае. Смягчить серединку, чтобы форма получалась более мягкая. Ну и к тому же слива она глянцевая. Да, это понятно. Поэтому можно сравнять светлую область и поставить еще разочек вот сюда самые белые блики. Когда мы добавляем светлый на светлый участок, то есть еще немножечко осветляем. На светло-серый, например, добавляем белый. Да, то форма прямо она становится супер объемной и красивой. Точно так же работает и с тенями. Если мы добавляем темный вот сюда на темный, то он становится еще более объемным, более ярким. Самый-самый темный участок будет не там, где краешек сливы снизу, а он будет выше. Потому что ниже находится рефлекс. То самое отражение света. А самый темный участок он будет на округлой части. Точно так же, как и блик. Самые темные зоны и самые светлые они находятся на округлых участках. С правой стороны еще легкое затемнение. И тут я перешла уже на карандашик 7b и заметно на рисунке, что получается немножко больше фактуры. За счет чего? За счет того, что карандаши более мягкие. Мы на них так сильно не давим и они остаются выше на поверхности бумаги, чем карандаши, которые тверже. Соответственно, фактура бумаги, она читается больше. Пусть даже она и вот такая аккуратненькая, небольшая, как в нашем случае. Еще одно самое темное местечко, это прям под сливой, в самой нижней части, где она соединяется с тенью. Эту зону мы делаем темнее, а вот падающую тень, которая идет дальше, ее лучше сделать более мягкой. Она не должна на себя забирать очень много внимания. Пускай она будет вот такая вот ровная и спокойная. И сейчас я предлагаю немножко тень смягчить, растушевать и дальше добавить осветление, чтобы контур был более четким. Не стоит делать сильный контур у сливы вокруг, иначе это будет выглядеть не так натурально. Мы достигаем объема именно за счет самой формы и за счет тона. То есть мы делаем форму не с помощью линий, а с помощью пятна. Вот, например, как этот участок тени. Так как затемнения более аккуратненькие и тоненькие видны с левой стороны, вот там я добавила уже контур. А справа сильно не добавляйте. Пускай лучше это будет затемненная вот такая плоскость поверхности. Ну что, слива наша готова. Хочется сказать, что по принципу такой сливы вы можете нарисовать все, что угодно. Любой фрукт, любую форму более сложную. И пользуйтесь такими приемами при рисовании любых круглых форм. Если вам понравился этот урок, ставьте лайк и обязательно напишите в комментариях, что вы еще хотите нарисовать вместе со мной. Какой предмет вы хотите изучить. И мы обязательно запишем это видео. Сегодня мы с вами нарисовали реалистичную сливу в карандашной графике. Если вам понравилась карандашная графика и вы хотите нарисовать, например, пушистого милого кота или прекрасный портрет, то обязательно присоединяйтесь к нам. Заходите на наши бесплатные уроки. Ссылку вы найдете в описании. Я обещала вам рассказать самую частую ошибку, которую совершают многие художники, но, как правило, начинающие. Это рисование с какой-то отдельной детали. Если у нас есть достаточно сложная композиция, и мы выхватываем на пейзаже, например, какую-то небольшую деталь. Там зайчика, который находится далеко на дальнем плане, начинаем рисовать с него, то основная форма, она уже теряется. И другие предметы, они идут не в нужном ракурсе, либо не в нужном масштабе. И чаще еще это встречается в портрете, когда мы начинаем не намечать общую форму и идти от общего к частному, как это нужно. А мы ведем рисунок с каких-то мелочей, например, это может быть радужка глаза, либо ресницы. Какая-то незначительная деталь, которая вам понравилась, которую вы захотели нарисовать, но вы не учитывали общую форму, что сначала идет обобщенное построение. И потом от самых крупных форм мы уходим уже к самым маленьким, к дополнительным и менее объемным. Больше полезных уроков и советов по рисованию вы найдете на нашем канале. Поэтому обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.